Я не понимаю, как это делать. Она у тебя должна быть. Мы в эфире. Добрый вечер, Лариса. Добрый вечер. Очень рад тебя видеть. У нас уже есть зрители, так что мы в прямом эфире на Фейсбуке, на моем блоге. Надеюсь, все, подключение нам получилось. Очень приятно, добрый вечер. Ай, Беате, тоже добрый вечер скажем. Давай, добрый вечер, Беатка. Я сейчас пытаюсь просто у себя открыть, потому что, друзья, у нас столько тут технических было всяких заморочек, тем не менее. У нас все получилось. Итак, мы начинаем сегодняшний эфир, который я обещал с Ларисой, которая Лариса Гилевская. Ты родилась на Беларуси, в Минске, да? Да, я родилась в Минске. Моя мама родилась в Беларуси. Бабушка, все, да. Сейчас живешь в Швеции, в Штокхольме. Уже сколько лет? В Штокхольме, да. Уже четыре с половиной, почти пять скоро. Это не так много. Не так много, но... Не так много, но на самом деле событий и переживаний очень много, потому что не так просто все-таки переезжать и укореняться. Тогда это вот ты жива где, получается, на Беларуси или в других странах? Нет, я жила всегда в Минске. Да? Интересно. Да, я очень люблю Минск. Сейчас, конечно, события там не самые приятные для тех, кто там живет. Но, тем не менее, как есть. Принимаем жизнь настоящей, да. Да, сейчас трудности в каждой стране. И даже есть такая неуверенность, где лучше, понимаешь? Кто знает, на самом деле. В Швеции или у нас я не уверен, что есть такие места, где можно сказать, что у нас хорошо. Нас тут позакрывали вообще. Прямо даже окна нельзя открыть в такой карантине. Как окна? Ну, прям уже окна. Ну, я сейчас так пошучил немножко, но так себя чувствую. Так, тут Беата еще что-то ищет. Но, Лариса, тогда вот видишь, у меня план такой на сегодняшний день. Чтобы ты рассказала нам о себе немного, о своей работе. Ты говорила о том, что ты любишь людей, ты работаешь психологом. Так что вот мне интересно будет твой опыт работы и наблюдения. Мне всегда интересно, знаешь, по тому же направлению молодых людей, какая ситуация у них. Потому что это тоже такая современная проблема, где работа... То есть, ну, как-то раньше люди не думали в этом направлении, чтобы молодым людям нужен был психолог и помощь специалистов. Но в настоящее время, по-моему, это частый случай такой. Ну, вот этот вопрос мне тоже хотелось обсудить потом. Я так сразу дам тебе направление. Как тебе помогает любить людей? Вот это интересный вопрос. Что мне помогает любить людей? Ну, ты так сказала о себе. И меня, знаешь, я тоже стараюсь, но мне все труднее. Ну, вообще, любить людей, это, наверное, как любить себя. Это доверять себе и относиться к себе с уважением. Точно так же и доверять людям, и относиться к ним с уважением. И тогда точно можно увидеть что-то в них особенное, которое, возможно, скрыто за какими-то совершенно, может быть, неприятными какими-то словами или действиями. Но на самом деле внутри каждого человека есть тот прекрасный ребенок и прекрасный человек, который родился. Ну, это мое такое убеждение. Ну, видишь, раньше, по-моему, мне лучше удавалось, потому что я вот сейчас вижу, какие люди, что происходит вокруг. Есть много таких ситуаций, которые, чтобы с уверенностью сказать, что я люблю людей, у меня вот трудность есть. Вот я должен в себе это как-то укладывать, чтобы испытывать где-то внутри. Вот то, что поступать, как ты говорила, определенным образом, я это осознаю, что так нужно. Но вот так, чтобы испытывать какое-то положительное чувство, очень трудно. Просто я вижу, как… Искренний интерес, например, к человеку, да, что руководствует, чем он руководствуется, делая что-то. Искренний интерес, он позволяет увидеть что-то другое за той картинкой, которую человек, может быть, сразу демонстрирует. Просто интересно, что в такой реальной жизни у нас все меньше контакта с людьми. Получается, это только то, что мы делаем в интернете сейчас. Уже долгое время даже у меня так. И такой искренний интерес проявить еще очень тоже трудно, на самом деле, когда мы не общаемся. Но, например, искренний интерес рождается он в общении. Вот мы с вами общаемся, и интерес рождается вот именно как аппетит во время еды. Это правда. Просто искренне поинтересоваться человеком и задать ему вопрос, например, как ты себя сейчас чувствуешь? Правда ли, что вот сейчас вот то, что ты сказала, это действительно то, что ты думаешь? А как тебе вот это? Человек тогда задумывается и уже, может быть, начнет открываться. Ну, чаще всего так случается. Ну, хорошо. Скажи вот по своим наблюдениям. Ты, как психолог, ситуация за последний год, она ухудшает, люди чаще нуждаются в помощи? Или это еще можно чего-то просто ожидать в будущем? Или уже нужно было заметить какое-то изменение? Я думаю, что психолог, это, ну, скажем, нужен каждому здоровому человеку. То есть я больше как бы коуч и семейный консультант. И даже психолог нужен каждому здоровому человеку для того, чтобы была возможность просто уделить себе время, ответить на вопросы, которые тебе задает психолог, и открыться, услышать себя, услышать свой какой-то внутренний ответ, свои потребности, свои чувства, для того, чтобы понять себя больше. То есть это не значит, что должна быть обязательно какая-то проблема. Это может быть просто какой-то дискомфорт, что, может, я чем-то недоволен, я не знаю чем, как-то потерял, например, радость жизни. И ничего такого вокруг не происходит. Но, тем не менее, возможность просто пообщаться, не так часто у нас бывает с другим человеком, целый час говорить о себе. Алиса, сейчас мне очень понравилось, что ты сказала, что психолог нужен каждому здоровому человеку. Это правда. И у меня вопрос к нашим зрителям. Сейчас уже есть много людей, у кого нет своего психолога. Напишите, кто еще не был у психолога. И есть ли вообще такие люди, которые не общались с психологом своим? Есть вопросы уже, Ларисе. Какие вопросы? Лариса, что побудило вас стать психологом? Я просто не знаю, у меня слышно или нет, поэтому ты озвучь, пожалуйста. Да, мне слышно. А, тебе слышно, но, может быть, зрителям не очень. Нет, все хорошо. Хорошо, тогда вот вопрос такой первый к тебе. Что тебе понравилось стать психологом? Вообще, первый раз я обратилась к психологу, естественно, тогда, когда у меня были проблемы. И чаще всего это случается именно так. Либо когда у ребенка проблемы, он потом хочет быть психологом, чтобы залечить какую-то свою детскую травму. Либо у меня были проблемы с супругом, и я обратилась к психологу, и я услышала тогда ответ, все ли я сделала уже для того, чтобы спасти его. То есть я это, 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 это сделала, сделала. А еще что-то можешь? Ну, могу еще вот это, это, это. Но я уже это делала. А что еще можешь? Ну, я уже не знаю, поэтому пришла к психологу. А что мне психолог ответила? А теперь, говорит, ну, не удалось его спасти. Я говорю, нет. Ну, тогда спасай себя. И тогда у меня было такое непонимание. Что значит спасай себя? Что со мной не так? У меня вообще карьера обалденная просто. Я работала руководителем в очень крупной компании. И что у меня плохо? У нас дом, машина, семья, дети. Я на работе очень в хороших отношениях со всеми. У меня друзей много. У меня все хорошо. Но оказывается, что вот за этим спасением другого человека я потеряла себя как будто бы. Вот так можно сказать. Это правда. То есть, а что я хочу? Я не знаю. Я хочу, чтобы он. Я хочу, чтобы он это. Я хочу, чтобы он это. Это. Перестал это. Стал это. Начал это. Делал так. Так. Лариса, а что хочешь ты? Да у меня все нормально. Мне ничего не надо. Я ничего не хочу. Вот как-то так начиналась моя история. У меня такое впечатление, что ты сказала, что ты часто обращалась к психологу, потому что была такая ситуация. Не часто, а один раз обратилась, и мне сказали, спасай себя. И вот тогда, да. Чтобы тебя побудило стать психологом. Вот именно тот момент. Тот момент, когда я поняла, что действительно у меня у самой есть много вопросов, которые мне бы хотелось изменить, когда я обратила на это внимание. Мне казалось, что у меня все хорошо. И когда я сама это прошла, то есть я просто много изучала, мне было очень это интересно. И мне просто хотелось помочь многим людям, которые этого в тот момент тоже не замечали. Ты знаешь, уже когда ты начала свой рассказ, уже несколько человек написали, что они еще не обращались, но уже хотят. Поэтому это хороший признак. Но возник вопрос, опять же, можно ли помочь себе самому без помощи психолога? Помочь себе самому можно. Но для этого, ну, во-первых, в какой степени? То есть когда человек здоров, но ему что-то чуть-чуть как-то не устраивает. То есть когда его психика еще не расшатана настолько, чтобы невозможно было сконцентрироваться самому с собой, каждый день усиленно работать. Есть много инструментов таких, которые можно использовать самостоятельно. Это, например, письменные практики. Просто садишься и пишешь в себе сам, как будто ты разговариваешь сам с собой вместо психолога. Ты про себя сказала, что тебе появился интерес, чтобы помочь себе. Но и ты вот пошла учиться на психолога. Да. Это что значит, что все так должны сделать? Или проще пойти самому к сгизетам? Или надо учиться? Нет, учиться точно не надо. Просто я думаю, что даже несколько... Сейчас я скажу, может, чтобы он не говорил. Ладно, вроде тихо. Учиться не обязательно. Достаточно какой-то период времени побыть в сопровождении психолога, выработать какие-то новые нейронные связи, какие-то новые привычки, осознать, как я поступаю, выбирать какую-то другую реакцию, а не ту детскую, которая у нас была в детстве необходима для того, чтобы выживать в тот период. И мы эту реакцию несем дальше. То есть, например, могу даже привести пример. Вот чувствую себя, что я раздраженная. Моя реакция, например, ну, буду так по-белорусски говорить, выркнуть там, допустим, на кого-то рядом. Кто-то что-то говорит. Но на самом деле, если прислушаться к себе, то почему я раздражена? Может быть, я просто хочу сейчас пить? А может, я уже давно в туалет хочу и никак не могу оторваться от этой кастрюли, где мне нужно срочно мешать то, что у меня здесь варится, горит? А может быть, я просто устала уже от этого всего? То есть, этот человек тут ни при чем. То есть, моя реакция оказалась такой же детской, которую я, может быть, видела у своих родителей. Может быть, еще как-то она сложилась. Но на самом деле, моя реакция может быть совершенно другой, когда я услышу, а что же я на самом деле хочу? О чем мне сигналит мое раздражение? Оно мне говорит о том, что выключи этот газ и пойди попей воду свою, сходи в туалет и приходи опять в хорошее настроение, а не другой человек виноват, что он что-то спросил в этот момент. Ну, так, по-простому, если объяснить. Понятно, да? Ну, вот, я думаю, такие простые дети, они... А ты так прямо улыбаешь. Решают там много чего в жизни. Здесь возник, ну, я чуть-чуть перефразирую этот комментарий, но, как бы, такое сомнение, стоит ли тогда платить деньги кому-то просто за общение? Можно ли разговор с психологом или обращение к психологу назвать просто общением, таким для поддержания, может быть, тонуса, скажем? Просто объясни, потому что иногда бывает так, что мы можем, испытывая какие-то проблемы, просто пойти пообщаться с подружкой, да? Но кто-то выбирает обратиться к психологу, причем платит за это деньги за визит, да? И стоит ли это вообще делать? Ну, во-первых, не будем обесценивать то, что это не просто пообщаться и рассказать, что со мной происходит, а еще услышать в ответ профессиональное мнение, которое складывается, исходя из образования, опыта, вложенных денег в обучение. То есть, как есть такой пример, что давай я починю, вернее, сколько стоит там что-то в машине отремонтировать? Ну, там, 100 долларов. Так раз, и он сделал это за одну минуту. Он говорит, как? 100 долларов и одна минута? Да. Лучше бы я сам это сделал. Ну, хорошо. Он взял, убрал обратно, делай сам. Оказывается, ему нужно купить инструмент. Оказывается, он вообще не знает, что делать. Нужно было еще образование там получить определенное. Оказывается, еще нужно там еще что-то, еще что-то. Нужен специальный подъемник и так далее. То есть, вот все это сложилось, да, в одну минуту. Но эта минута стоит вот всех, вот эта калькуляция сложилась вот этой стоимости, этой одной минуты. Многие, несколько лет подготовки, скажем. Да. И опять же, желание и доверие профессионалу играют очень большую роль. То есть, я хочу, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было лучше. Со мной что-то происходит, и мне что-то не устраивает. И я сам, если бы, если бы мы сами могли, мы бы уже давно сделали. И даже чаще всего происходит именно так, что мы точно знаем, что нам делать, чтобы туда дойти. Какой-то цели, да, либо как-то жить. Мы точно знаем, что нам нужно делать, но почему-то мы не делаем. И даже если психолог скажет, делай, это не значит, что мы будем делать, потому что, во-первых, мы и сами знаем, что нам делать. А причина в том, что у нас есть страхи, у нас есть сопротивление, у нас есть много других препятствий, которые мы сами не замечаем. Может быть, наши неправильные реакции, наши границы, которые мы позволяем нарушать, не позволяют нам выйти на другой уровень на работе, потому что мы, на нас едут, например, да, то есть мы соглашаемся брать там другие, какие-то не свои задания больше и так далее. То есть теряется уважение. И психолог это заметит и, может быть, поможет вот эту границу выдерживать. Потому что чаще всего, когда человек не держит свою границу, то, скорее всего, что он нарушает границы других. Потому что как будто подстраивает под своё видение, что, ну, я же помогаю, я же на всё соглашаюсь. Почему он, когда я его попросила один раз, не соглашается это делать? Ага. То есть если я недовольна, что другой это не делает, значит, это была не просьба. Это было уже указание. Потому что если это просьба, и у человека есть граница, то я могу его попросить. Ты можешь мне помочь вот это сделать? И я понимаю, что он может мне сказать да, или сказать, ты знаешь, Лариса, нет. И не потому, что я не могу, я не хочу, я занята, у меня сегодня в приоритете семья. Или любой другой ответ. И это тоже граница. И он поставил её. И если я свои границы соблюдаю, и слышу своё желание помочь или нет другому человеку, вот в этот момент, когда он просит, чтобы это не было в ущерб моей семье. Прошу прощения, у нас просто такая общая квартира, и, наверное, звуки слышны, да? Ничего страшного. В общем, смотри, здесь ещё повторяется вопрос, не знаю, насколько он корректен будет, но спрашивают, а что ты заканчивала, чтобы получить вот свои, скажем так, знания? Я на базе высшего образования, которое у меня магистр экономики, я заканчивала повышение квалификации, как переквалификация. Где есть диплом? Семейный психолог. Да. Отлично. Семейный. Ну вот, ты знаешь, очень часто бывает так, ну, по крайней мере, я так думаю, что многим людям хочется увидеть какую-то корочку или диплом какого-то уважаемого института, университета в каком-то направлении. Но очень часто бывает так, что всякие... Ну, я не хочу сказать курсы, потому что, может быть, это звучит как-то слишком просто, но обучение, которое помогает как бы развить еще больше знаний, связать это с опытом, который у нас тоже есть, то есть необязательно иметь какую-то степень непонятно какую, чтобы на самом деле действенно помогать другим людям. Вопрос в том, чтобы помогать или помочь себе мы обсуждаем. Это тоже момент важный. Мы с этого начали. Да, кстати. Что мы когда... Кстати, я тоже не получила свой диплом, самое интересное, потому что я не сдала последнюю сессию. А, тогда мы заканчиваем с Веней, нам не интересно больше. Да. А почему я об этом заговорила? Потому что на самом деле у меня есть очень много знакомых, и вот вчера непосредственно мы общались с моей подругой с Украины, которая дипломированный психолог. У меня была клиентка, которая пять лет обучалась на дневном стационаре на психолога. Но на самом-то деле именно практика, углубление в это, большой интерес дает большой результат. Потому что теория и практика, которую я на себе прочувствовала, работая с психологом, которую я в практике отработки часов с клиентами обязательных прочувствовала, то есть вот это дает результат, не корочка, поверьте. Вообще я так хочу порекомендовать всех, кто нас слушает, обращаться, искать общение с психологом. И, конечно, вот эта визита ничего не меняет. То есть это мы в своей жизни только сами потом меняем на основе того, что мы услышали. Но я восхищался, да, некоторых, с которыми я общался, то были специалисты, я был удивлен, то, что они видели, наблюдали, когда я их слушал. Даже, знаешь, у меня такое мнение, что вот эта работа один на один с психологом, это тоже такой первый шаг или первая ступень. Но на самом деле потом под наблюдением психолога работы в группе, они вот приносят результаты, когда мы общаемся в присутствии других людей на себе подобных. То есть очень часто вот так потом продолжается, вот уже, скажем, то есть визит первый, второй, третий, это такая разминка. Но на самом деле, если бы психолог постоянно только один на один работал, по-моему, он вытягивает деньги с человека. Если человек между сессиями не прилагает усилий, не обдумывает то, что он услышал, не пробует переменять в жизни, не пробует увидеть, попробует другую реакцию какую-то проявлять, получается ли, что я чувствую, а как другой человек себя чувствует, какие мои ожидания, а что есть реальность. То есть если он не работает между сессиями, то это будет просто, он просто платит для того, чтобы прийти один час поговорить, и результат может не быть. То есть, естественно, 100% вклад его должен быть тоже. Психолог вкладывается на 100% своим профессионализмом, а человек, который обратился, 100% своей вовлеченностью в то, что он заинтересован в результате. Ну, есть разные мнения, кстати, по поводу терапии, или групповой, или лично именно один на один с психологом. Я думаю, что может быть каждый, не знаю, может бы сам, да? Ну, мне кажется, что в группе именно тогда и видно, под наблюдением психолога, когда группа людей работает. Это вопрос семейный, там, скажем, то есть есть группа людей подобных мне. И вот тогда, когда мы открываем себя, беседуем, вот это, вот это, как человек, он работает, как раз и тогда видно. В группе мы можем просто увидеть что-то благодаря тому, что другой человек скажет. Вау, у меня же тоже так было. То есть, может быть, мы это не замечали. То есть, мы как будто бы от других людей можем немножко получить тоже какое-то лечение. не просто лечение, у нас, это жены анонимных алкоголиков, алкоголики, и потом есть разные группы, взрослые дети, потом есть, я вот присутствую на разных, вот такого рода группах, но более потом на высоком уровне. Все равно этой работой, где я присутствую, очень часто это была группа людей. Мне очень понравилось, когда вот из групп, когда я слушаю, вот эти... Я думаю, что стоит озвучить комментарий, который появился еще раз. Видимо, наша слушательница очень хочет поделиться этой информацией, своим опытом, что общение с психологом помогает мне лучше с собой познакомиться. Мне уже 48, и только год назад я осознала, что совсем себя не знаю. И это помогает мне полюбить себя. И, скорее всего, она допишет, потому что писала раньше, что именно психолог помог в этом разобраться. Потому что иногда нам кажется, что да, мы можем сами или в каком-то общении там, может быть, с друзьями или с кем-то. Но, опять же, бывают ситуации, когда нужен кто-то, профессионал, который знает, какой тебе задать вопрос, что из тебя конкретно вытянуть, чтобы тебе помочь разобраться с твоей конкретной проблемой. Потому что ты не можешь увидеть в себе вот именно причину, да, почему такое происходит. Ну, вот, Дарья сказала, что одна минута стоит много. То есть, нам нужно довериться, что этот человек не зря, он приобретал знания, опыт и работает в этой облаще. Мы сами чему-то не дойдем, не догадаемся, даже если не прочитаем книжку и прослушаем 20-й фильмов на Ютубе. Это не сработает. Это лучше пойти к специалисту, который задает нужные вопросы и смотрит на нашу границу. на самом деле, я не за то, чтобы самому вот это все развиваться. Заниматься каким-то личностным ростом, да. Но даже скажи, Ариса, даже каждый психолог имеет своего к которому он обращается. Разве нет это? Я так слышал и жду подтверждения. Однозначно. Однозначно. То есть каждый психолог он общается с пациентами, помогает другим, но он сам тоже имеет своего психолога, которому обращается за помощью и время от времени с ним общается. Могут, так что. Ну, есть еще вопрос один интересный. Я думаю, Клариса. И правда, это такое удовольствие, которое что-то у нас со связью, наверное. Пока нормально я слышу. Ты нас слышишь хорошо? Нормально? Ага. Ну, вот вопрос, если можно, еще возник один. Ну, когда я сама не хочу ставить границы, чтобы со мной людям было легче, чтобы не добавлять боли и трудностей людям, им так трудно, видно ли из этого, что нуждаюсь в психологе? Еще раз повтори, пожалуйста, у меня просто пропадал звук. А, все. Еще раз. Если я сама не хочу ставить границы, если я сама не хочу ставить границы, чтобы со мной людям было легче, чтобы им не добавлять боли, трудностей, потому что им все равно трудно, видно ли из этого, что я нуждаюсь в психологе? Если это ваш выбор отодвигать свои границы, это ваш выбор, и вам в нем комфортно, то есть вопрос именно в этом, то есть мы говорим обращение к психологу, когда некомфортно что-то, вот что-то мне не так, или вообще не там на работе, что-то не так, ну какой-то дискомфорт есть, вот где-то внутри, никто его не видит, одна я знаю, что он у меня где-то есть, но если ваши границы, это ваш выбор отодвинуть, и вам в этом комфортно, пожалуйста, зачем тут психолог? Ну, ты сказала вначале, что каждый здоровый человек не нравится психологе, который должен быть. Может быть, не в этом вопросе. Да, но мне это понравилось, понимаешь, потому что здоровых совсем нет, просто мы не видим и трудности у каждого есть, а вот искать причины, например, и тоже семейных отношениях, в каждой семье наверняка есть трудности, вот хорошо их решать, узнавать, в чем эта трудность заключается, потому что мы сами этого часто не видим, поэтому я за то, чтобы люди обращались и чтобы у каждого был свой психолог, чтобы он время от времени человек проводил консультации, это не то же самое, что с другим разговаривать, через подружку, самому тоже читая, изучая и слушая доклады, но этого не желаем, значит, я делаю однозначный вывод, надо обращаться. но тоже вопрос возник, а важно ли выбирать психолога или любой подойдет? Желательно, чтобы вам было комфортно и было доверие, даже читая, листая какую-то там ленту в инстаграм психологов, то есть есть какой-то открик внутри, вот хочу с ним или не хочу с ним. Сегодня по интернету можно знакомиться с человеком, то есть мы не знаем только имя, фамилия, раньше идем в кабинет и у нас выбора нет. Сегодня получается, тем более онлайн, то есть мы можем услышать но тебя даже, у нас появляется доверие или оно не появляется. То есть сегодня мы можем по интернету проверить человека, кто он такой послушачий его чаще всего. Да, тут появляется все больше и больше вопросов довольно таких конкретных, о конкретных ситуациях, я не знаю, есть ли время и возможность спросить. Тут довольно такой длинный вопрос насчет того, что психологи часто советуют переписать сценарий кавычка. Недавно я так и сделала, в детстве была ситуация, когда подруга меня предала. Я морально пострадала, взрослые помощь не оказали. Во взрослой жизни ситуация повторилась, я переписала сценарий детства с положительным исходом. Мне на время стало легче, я была счастливым ребенком, через время неприятные чувства на обидчика возобновились. Что я сделала не так? очень мало фактов для того, чтобы эту ситуацию обсуждать, потому что здесь зависит, что такое переписать, каким образом работало, сколько работало, насколько глубокая обида, что значит повторилось. То есть, может быть, это не в этом даже вопрос, а вопрос просто в реакции какой-то. Ну, к сожалению, я не могу ответить. Вот так вот заочно, даже не видя человека и не задав дополнительных вопросов каких-то. Но вообще... У меня такое... Да. Говоришь, Дослав. Ну, просто у меня таким ищем приходит, что, знаешь, я тоже кое-что спрогрался, скажем, в жизни, но оно потом возвращается, хотя я это уже, скажем, отработал. То есть, где-то в подсознании у нас многие ситуации из прошлого, как бы мы о них уже прорабатываем, у нас уже поменялось отношение к некоторым ситуациям, скажем, из прошлого, но они же, это чувство, воспоминания все равно появляются заново время в время. Потому что там это есть, это не исчезает и заново, то есть, те же самые, скажем, инструменты, которые мне помогли один расправиться, потом я должен опять их применять. То есть, трудно иметь такую гаранцию, что вот если я что-то там с чем-то разобрался, что это не вернется ко мне. Это был вопрос или просто усовершение? Вывод такой, я просто слушаю и имею в виду. Просто я наблюдаю постоянно за комментариями, опять появился вопрос, ну, о конкретной ситуации, да, что если есть постоянный настрой утешить каждого, с кем общаешься, вместо желания просто выслушать и все. Бета, прости, у меня звук пропадает. Я буквально запитала вопрос. Еще раз, если можно. Если есть постоянный настрой утешить каждого, с кем общаешься, вместо желания просто выслушать и все. То есть, общается с человеком этот человек и постоянно только утешает, то есть роль, я так поняла, спасателя постоянно, надо а мне хотелось спросить какая в этом выгода для вас какая в этом выгода для вас здесь есть вторичная выгода если не хочется человека выслушать а хочется его утешать а нуждается ли он в этом может быть человек просто радостный просто видимо что если если есть но уже как бы на старте такой настрой то надо в себе до разобраться вначале для чего мне это нужно да то есть я от этого что-то получаю не этот человек на самом деле она есть же счастливые люди зачем учешать должны по моему тоже брать когда мы общаемся от людей приобретать скажем вот это учешение других то есть мы столько сколько даем столько должны врач есть есть очень интересный вопрос что мы черпаемся когда человек что-то хочет рассказать либо рассказывает выслушав можно задать вопрос как я могу тебя поддержать чтобы ты хотел я могу тебе помочь может быть это мне там не слова утешения недавно мы обсуждали тоже в одном из эфиров что бывает так что мы непрошеные сразу хотим делать как лучше оказывается что человек на самом деле в этом не нуждается да и бывает даже также таки воспринимает нашу нашу поддержку скажем так посидеть молча с человеком тоже надо умеешь это вообще знаешь тоже кому-то очень хочется так просто с кем-то посидеть чтобы кто-то побыл ряд не обязательно всегда что-то говорит кстати у психолога тоже должна быть ну скажем такая выработка нам черта чтобы выдерживать паузу и тогда человек осознает он сказал и вот пауза я не спасаю в этот момент и он сам начинает в этой паузе что-то осознавать возможно человек хочет просто рассказывая если бы мы давали ему возможность паузы когда у нас она обливается они вываливали сразу утешение там или спасение или советы особенно да то возможно в этой паузе он бы сам все понял ну не все а что-то для себя важное но на самом деле мышь хорошая вот мне понравилось сейчас вы сказали что человек должен сам понять ты исправить свое мышление свою жизнь еще он только услышал психолога чтобы сделать и вот так и так скажем просто тупо сделает но не анализируя себя кто он как он живет на самом деле вот этой паузы нужно чтобы получая наводящий скажем по поводу советы которые помогут людям самим принимать новые решения осознавать что с ним происходит да да это кстати этот совет очень нравится нашим слушателям до чтобы действительно остановиться выслушать задуматься и только тогда уже действовать дальше и вот этот казалось бы очень простой вопрос чем я смогу тебе помочь ли как тебя поддержать бывает не приходит в голову это самое простое решение такой ситуации на самом деле интересное потому что мы часто нам кажется кажется что мы знаем что человеку нужно а может он сам сказать в чем он нуждается может он хочет рассказывать а может хочет чтобы кто-то зима был и приходит послушать но вообще-то наступает такой обмен мне кажется такого эмоциями когда мы общаемся с другими людьми и вот я уже начал об этом говорить что мы не можем просто давать другим то есть мы должны принимать мы должны слушать это правда что вот психолог тоже он устает от людей если с ними общается если общается с печальным человеком что это печально уделяется может передается может за весь день устать или скажем то есть мы даем радость но в обмен как-то какую-то принимаем печаль человек это так есть психолог должен выдерживать клиент клиента любого чтобы находиться в таком состоянии когда он может дать поддержку а не впадать в его же печаль и как говорится в утешение то есть это другая работа да я тоже могу чувствовать такие же чувства такие же чувства как клиент то есть злость на что-то что он там рассказывает про что-то что как-то происходило не так я тоже могу злиться и могу это ему говорить ты знаешь я в этом месте тоже злюсь то есть это нормально и поэтому психологи тоже имеют супервизоров для того чтобы рассказать о своих ситуациях как я реагирую на проблемы клиента то есть это тоже навык который вырабатываете для того чтобы быть в позиции терапевтичной чтобы мочь дать клиенту то что нужно а не просто вместе страдать у меня еще вопрос еще может один давай обязательно говорить психологу все подробности своей личной жизни потому что мы по-моему многие не идут потому что они этого опасаются а зачем незнакомому человеку раскрывать все мои там тайны какие-то секреты ну вот неловкие скажем таки мягко говоря ситуации которые неприятны открываться понимаешь люди защищаются им стыдно и любовно возвращаться к чему-то то есть с этим обязательно связаны должен быть посещение в психологии нет не обязательно то есть вы говорите ровно столько сколько сколько вам вам кажется возможным то что хочется сказать то где болит но если например есть какой-то стыд за что-то то мне стыдно за поступок и не обязательно этот поступок описывать то есть вопрос мы работаем с чувством а не с тем поступком который был не обязательно не обязательно называть имена фамилии и адреса не обязательно это можно такими словами выразить что скажем это не создает угрозы кому-то и нам то есть это можно мы сами знаем о чем мы говорим соглашение конфиденциальности однозначно существует да потому что здесь уже раньше тоже возникли комментарии насчет того что пойти с подружкой пообщаться но очень часто бывает так что эта подружка потом перестает перестает быть подружкой потому что делится этими как раз личные трудности проблемами с другими да но бывают к сожалению такие печальные случаи но на самом деле как раз и общение обращение к психологу оно безопасно тем что его обязывает именно вот эта тайна да вот конфиденциальность что он не выдаст тем более что он может быть но чаще всего он знаком с нами лично то есть нет никаких эмоциональных между нами отношений скажем так то есть он действительно как тоже в комментариях кто-то сказал он объективен и он может нам вообще со стороны да нашу ситуацию помочь разобрать но почему я говорила еще про здорового человека допустим психолог нужен да или там какими-то небольшими проблемами тоже здорово для того чтобы просто иметь рядом человека которому можно довериться который тебя поддержит это как будто бы родитель второй и вот тогда формируется вот эта здоровая привязанность доверие к миру то есть благодаря вот этим отношениям с терапевтом то есть не прыгать по одному второму третьему пятому а вот именно длительное отношение с одним человеком они формируют новые качества доверие привязанность это как будто бы родитель который всегда с тобой который всегда на твоей стороне который тебя поддержит да иметь одного постоянного чему искать постоянно новых лучших и лучших специалистов по-моему лучших среднего да это твой вывод сейчас делаю да но постоянно который хорошо нас знает уже на годы именно постоянство да именно само постоянство только вот именно благодаря того что ты знаешь а что бы сказал мой психолог по этому поводу а как бы она меня поддержала чтобы она мне сказала то есть это вот как про маму а что мама скажет а что мама понимает похвалит вот здесь вот пожалеет вот здесь поругает вот здесь вот наставления какие-то да вот здесь вот как-то к врачу отведет ну как будто бы я просто так вот фантазирую сейчас да про наше здоровье есть да очень важно то что мы редко делаем на самом деле обращаться для проверки то есть это такое делать нужно рекомендуется один раз в год анализ всего организма чтобы выявлять симптомы разных заболеваний которых мы их не видим просто и это было бы очень правильным полезным люди бы меньше болели если бы это обследование такие делали а вот с психологом тоже такое делается такое обследование чтобы предотвращать какие-то проблемы которые могут появиться это возможно предотвращать да ну типа профилактика да профилактики анализ если у человека все хорошо и он ничего не чувствует что ему что-то надо он просто счастлив он может пойти и поделиться что он так счастлив и что это может не нормально да я думаю что я думаю что я думаю что скорее всего имеет в виду что бывает так что мы уже знаем что с нами не до конца как бы все в порядке мы не чувствуем себя комфортно поэтому именно обращаемся к психологу но благодаря этой работе мы можем предотвратить какие-то ситуации еще более печально с печальным исходом на самом деле действительно это тут так работает да семейный психолог да ну то есть в семье что-то начинается по моему ну какие-то трудности не нужно ждать когда будет измена развод только по моему нужно раньше идти когда есть какие-то трудности появляются да просто даже когда потерялась радость от семейной жизни от общения с супругом то это уже первый сигнал к тому что можно просто пойти и решить это быстро до того пока не накопилось столько что уже просто хочется убежать потому что скорее всего именно в этом месте где-то существует ну скажет крючочек какой-то да который цепляет за какое-то больное местечко и каждый раз он например переведу вот понять не наверное ну например муж как-то хихикнул не так как мне бы хотелось и мне это хихиканье например ну как будто ранит меня и каждый раз я ему об этом говорю десять раз а он все равно так же все я уже прям больше не могу а он все так же повторяется вопрос это хихиканье другого человека бы вообще не коснулась никак если бы у него не было вот этой раночки за которую этот крючочек зацепился значит это хихиканье когда-то где-то в детстве очень сильно поранила вот кто-то высмеял когда-то что-то и вот это мне вот цепляет вот именно такое высмеивание если бы этой ранки не было он пошутил ну так ха-ха типа тут нашлась кулинарка например да ну я в ответ ну типа ну да что тебе не нравится ну то есть это бы вообще не цеплялось то есть вопрос что если есть что-то что нам не нравится значит вот есть какое-то местечко за которое крючочек может зацепить и вот это местечко оно буквально выявляется очень быстро и его можно заживить оно потихонечку будет заживать это местечко как только вы начнете обращать на это внимание другую реакцию не ту детскую которая была на вот на эту ситуацию что это другой человек увидеть его это не тот который был тогда который так ранен тот момент и сказать это по-другому то есть выбирать другие реакции и рисовать другие картинки вокруг этого факта он пошутил наша картинка какая ага он меня обесценил он меня не любит он меня там унизил все что угодно первая картинка вторая картинка мой муж такой юморист типа с ним так весело так прикольно но ну вот как то так например мы друг с другом часто так шутим задевая друг друга там чтобы посмеяться ну просто картинка другая которую возле этого факта мы нарисовали это мы выбираем какой окрас эмоциональный придать вот этому событию которое происходит понятно ли это это тоже более-менее я приду за консультацию не не это конечно очень глубокий момент и нам нужно нам было намного больше времени чтобы обсуждать эти темы я просто вспомнила рассказ одной семейной психолог которая рассказала про свою самую короткую семейную консультацию когда пришла к ней пара и она плачет говорит что он больше меня не любит и все а он такой сидит спокойно и говорит такой я тебя не люблю и она дальше плачет а это психолог говорит подожди подожди ты слышала что он сказал а что он сказал она ему говорит повтори такой я тебя не люблю она да а какой а какую ты меня любишь и он ей быстро сказал что он хочет и они говорят они ушли ушли за ручку держась счастливой больше не возвращались это была счастливая семья Но должен был появиться со стороны человек, который подчеркнул буквально одно слово, что нужно его услышать. Вот часто поэтому только и нужны психологи, но именно профессионал смог подчеркнуть этот момент. Еще вопрос. Должен ли психолог уважать убеждения человека, например, религиозного? Ну, например, я думаю, что политика, религия, это вообще не обсуждается никогда. И, по-моему, еще уважать, да. Ну, не обсуждаемо, да. Да, да. Потому что есть такие моменты, где есть люди, которые имеют уже свое убеждение, например, свои нормы. Я вот столкнулся, а еще будут меня там втолкать тому, чтобы я вот занимался сексом до брака. Например, молодой парень, психолог, он начинает рекомендовать, да идите, вот там, у вас потребность, гуляйте с девушками. А он не хочет. То есть это, конечно, ни один психолог ничего не будет требовать и указывать, что так нужно. Ну, на самом деле, он наверняка должен выслушать и быть в курсе, что это за убеждение у человека, если я учиться к ним с уважением. То есть, поспосабливаться к тому, к тем нормам, которые он имеет, такой человек. То есть, на самом деле, это важный момент. Я согласен, что чаще всего психологи, они уважают, никаких проблем не возникает. Мне интересно, что ты скажешь о духовности человеку. Это тоже важная часть жизни, нет? Как ты это понимаешь? Конечно, это важная часть жизни. Я даже задохнула, да? Да. Ну да, это немножко другая жизнь, но она тоже важна. И, по-моему, психологи, я когда общался, они тоже на это обращают внимание. То есть, человек, чтобы он занимался этим. То есть, они рекомендуют даже, что у человека должна быть духовность, которую он, ну как? Дорожит, развивает. Да, развивает. Он осознает, что у него есть такие, должны быть потребности. Не было слышно последнее, что ты сказала. У меня пропадала картинка тоже, да. Еще раз. Ценности человека обязательно, как обязательно, они уважаются. То есть, его ценности не выявляются и уважаются психологом. То есть, если в ценностях религиозности, как я сказала, то это ценность этого человека. И к этому тоже много уважения. Лариса, я знаю, что ты изучаешь Библию последние несколько месяцев. Это помогает? С апреля. С апреля даже. Скоро год будет. Как мы совместно это делаем. Как ты оцениваешь вот этот процесс изучения Библии? Развивает твою духовность? Ты получаешь от этого, скажем, пользу, удовольствие? Как ты это воспринимаешь? Это можно сравнить тоже, как работу с психологом, на самом деле. Потому что мы же не просто читаем, мы исследуем как бы свое отношение к этому. Отношение Бога к этому. Какие-то принципы библейские. То есть это как исследование. То есть это такая глубокая духовная работа, когда идет изучение. Да. Здесь бы тоже не подошел разговор с подружкой, да? Смотри, тоже нужны какие-то знания, специалисты, того, чтобы раскрывать разные духовные вопросы, которые появляются. Для того, чтобы было, знаешь, какое-то такое осознанное, чтобы человек мог осознавать то, что с ним происходит в духовном плане. Кто он, какие отношения у него с другими или с Богом. Но, на самом деле, мне очень рад, что ты... Можно еще один вопрос? Да, давай. Потому что появился вопрос, я думаю, что это многие будет интересовать. Он уже намного раньше появился. Может ли психолог определить, до брака подходят ли люди друг к другу? Я опять не услышала ничего, у меня просто пропадает звук. Скажи, пожалуйста, еще раз. Может ли психолог определить, люди до брака подходят друг к другу или нет? Это не есть задача психолога. Потому что, да, вопрос еще, чем заканчивался. Возможно, есть какие-то тесты на взаимодействие, например. Ты считаешь, что стоит обращаться к психологу за советом в этом плане? Ну, ты уже, по-моему, ответила. Застряла опять картинка. У нас уже почти час. Я не услышала ничего, к сожалению, все пропадало. Но я думаю, что ты ответила все равно на этот вопрос, что это не есть задача психолога. И на самом деле, да, я с других источников тоже такую информацию слышала. В наших библейских публикациях есть целый ряд вопросов, которые можно себе задать и самому себе отвечать. Чтобы этого не делал никто за нас другой. Но на самом деле, вот скажем, план, о чем стоит подумать, поразмышлять, о репутации человека, происхождение и так далее, это можно, да. То есть, ну, как схему для того, чтобы самому это решить. Но если у человека самому возникают такие вопросы, я думаю, есть какие-то мысли, то он сам может проконсультироваться с психологом о своем отношении, о своих чувствах, эмоциях в связи с этим. Это же очень важное решение. Есть люди, которые переживают и очень хотят не ошибиться в нем и поступить правильно. Но на самом деле, по-моему, сущнее выборы партнера, а в том, как люди потом начинают со временем договариваться о совместной жизни. То есть... Ну, как взаимодействуют, как... Да, то есть их сотрудничество важное, которое будет продолжаться, а не идеальный, самый лучший выбор. То есть мы... Ну, мне кажется, невозможно найти, вот именно тут карчинка была под хадзище по лавинку. Таких нет, на самом деле. Идеальных по лавинку. Да, видела свою карчинку. Да, она юмористичная, я там видел разные комментарии, мне лично кто-то писал. На самом деле, не существуют по лавинке. То есть мы должны потом как-то... Мы увидим в сотрудничестве совместной жизни, что мы не до конца знали друг друга. Мы увидим моменты, где мы не подходим друг к другу. Но это исправимо. То есть мы можем подстраиваться, выступать, идти на компромисс, чтобы подходить лучше друг к другу. Ну, скажем, выбирать какое-то свое поведение для того, чтобы сохранять брак. Да, да. Не то, что там давить себя я буду. Я просто делаю выбор. Это мой выбор. Поэтому смысла нет бесконечно искать. Вот подходящего именно вот это должен... Вот этот не подходит, я должен еще нового искать. Не обязательно. Суть в том, чтобы выбрать и быть готовым работать, достраиваться до человека. Здесь, я думаю, еще существует опасность, как бы сложить ответственность, да? Вот мне психолог подсказал, что мы подходим. А потом, да, если что-то не так, вот он и виноват. Верни, Джейн. Ну, мы, наверное, будем заканчивать уже, да? Дело в том, Лариса, последний вопрос к тебе, то, что здесь было много вопросов, и просто невозможно было все озвучить, но есть вопрос к тебе, можно ли с тобой лично связаться, наверное, с целью проконсультироваться. Если дашь разрешение, то мы уже свяжем с тобой определенных людей, если твой контакт можно, да? Лариса есть на блоге. Я, может, ссылку поставлю на твой аккаунт, чтобы можно было с тобой там познакомиться, подружить на Facebook и написать уже прямо тебе. Я думаю, ты будешь рада, когда люди будут обращаться к тебе. Вообще, я всем нашим подписчикам, всем, кто нас услышит, я Ларису очень не хочу рекомендовать, потому что мы дружим с апреля, да? Да, дружим с апреля. А сколько ты слушала мои видео, то есть до апреля, как ты со мной познакомилась, мне интересно? Ну, я слушала, и потом оказалось, что моя сестра, которая живет в Лондоне, говорит, что я видела, что ты там комментировала, что это у Радослава. А, да, да. Попросись к нему на изучение Библии. В смысле? Это блогер какой-то, а я буду к нему просить. Как-то неудобно время занимать. И вообще, и она мне так спрашивала, может, раз пять. Ну, что, написала? Нет, еще, сегодня не могу, сегодня неудобно. Еще время не пришло, когда напишу, вот я должна смотреть. Ну, а потом я взяла и написала. Да. А оказалось так приятно. И оказалось так приятно. Получается, у нас такой обмен услугами наступил уже. Ларису очень приятно было. Наше знакомство, мы уже дружим, хорошо, регулярно общаемся, мне очень приятно. Так что всем, кому нужен психолог, я всегда буду тебя рекомендовать, уже как доверенное лицо, наверное, наши друзья тоже будут уже знать тебя лично, тебя увидели, услышали. Спасибо большое. Да, буду добраться. Я вообще не публичная личность, я правда очень как-то тебя... Ничего не устроена. Не совсем. Ничего не устроена. Все будет потихоньку. Спасибо за вечер, за то, что ты поприсутствовал у нас сегодня в эфире. Спасибо вам большое. И что у нас было возможно так публично побеседовать. И наши зрители очень благодарны за эфир, ему очень понравилось, так что я думаю, что успех достигнут. Мы очень рады были этому. Мне неловко. Мы будем сейчас все, и ты тоже, Лариса, просматривать комментарии, можно их там ответить, с кем-то там пообщаться. Так что тебе хорошего вечера, много здоровья, радости твоей рабочей. Спасибо за вас. Спасибо большое. И спасибо нашему слушающему. Всего хорошего. Обнимаемся. Спасибо, друзья, до завтра. До свидания. До свидания. Как его закончить, мы сейчас не знаем. Я тоже не знаю, куда мне нажать. До свидания. До свидания.